Всем привет, с вами JBH007, и это у нас очередное видео из серии разнообразных игр, и в этой серии мы будем играть в ничто иного как в покер. Я просто решил для, опять же, маленького разнообразия снять видео по покеру. Я не планирую делать каких-нибудь особых серий, я, ну, в общем, сейчас, возможно, немножко расскажу о правилах вкратце. Также, я скажу честно, я не люблю покер в электронном виде, по мне это как-то, я не знаю, в общем, я люблю играть с живыми людьми в реальную, потому что, во-первых, тогда, ну, то есть, играть в электрон, у нас нету блефа, в лучшем случае, если есть чат, и мы играем с живыми людьми на противо, можем что-то там пописать, но это полная чушь, потому что тогда нельзя, невозможно, придет лжет, человек блефует и так далее. То есть, если это профессионально уметь делать, намного удобнее, вот, как мне играть в обычный покер, ну, то есть, с людьми. Ну, у покера существует несколько видов, в техасских холдем наиболее распространенный из них. Немножко объясню, ну, в общем, вот тут, кстати, написаны комбинации. Старшая карта, одна пара, две пары, тройка, стрит, флэш, флхаус, каре, стрит, флэш и рояль, рояль и флэш, или флэш-рояль, самая знаменитая комбинация, представляет из себя старший стрит, флэш. Ну, что касаемо, если захотите узнать сами правила, то захотите на... ну, в общем, прогугливайте там, правил много. Ну, в общем, у нас есть дилер, маленький блайнд, большой блайнд, это у нас ставка с ограниченными... То есть, я играю сейчас с ограниченными лимитами, то есть, здесь максимальная, минимальная ставка, хотя можно на все, по-моему, поставить. В общем, по-моему, все... а, нет, здесь... Здесь нету ограничения по ставке, да. То есть, я могу хоть сразу все свои поставить. Что касаемо игры. Ну, вот тут, кстати, есть прикольная вещь, как шансы. На самом деле, абсолютно бесполезная вещь, потому что она показывает банальные проценты, но вот тут шансы. Ничего не учитывают из логики подачи карт, везения. То есть, если везти дополнительный коэффициент в подсчет, можно просчитать и так далее. У меня две шестерки. Это у нас уже стопроцентная есть пара. Шестерки, я бы не сказал, что дают 100% шанс на победу. Они дают где-то 10%, учитывая, что у нас здесь 10 игроков, и нам нужно всех зафигачить. Ну, кстати, как видим, маленький блайн ставит половину от, по-моему, начальной ставки, ну и так далее. Можно поддержать кау, сбросить карты. Также, если можно повысить, если все будут делать пас, это можно на последующих кругах, то мы можем сделать, естественно, здесь пас, а здесь мы можем поставить что-то. Ну, что ж, я, естественно, поддержу, я не хочу, пускай две пары. Кстати, с этой игрой можно один классный баг сделать, если я бы сейчас поставил на все, они все слили. Ну, это так, баг скорее. Ну, вот, посмотрим наши шансы. Вот, даже на четверочку шанс. На рейли флэш есть маленький шанс, когда они все тут выйдут. Ну, в общем, вот тут видно. Старшей карты просто уже невозможно быть. Повышает. Ну, тут можно понять, что либо карта хорошая, либо просто программа издевается над нами. Вживую можно было бы реально понять, карта хорошая или карта... Тут, кстати, по-моему, можно повысить всего лишь два раза за раунд. У меня тройка. Это очень круто. Что там? Поставим 300. А, они же все сольют. Упс, 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 ребята, они все сольют. Да, не, 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 ребята, это не честно. Что за е... Девушки, ну, вот, как вариант вам. Вот мы выиграли какой-то жалкий банк в 300. Но, на самом деле, я бы уже выиграл, потому что здесь тройка меня обмалка. Блин, ребят, да я везучий. Ладно. Ну, в плане, у меня опять карманная пара. Предпочитаю тузов, но я однажды делал с парой на двойках кикера туза, поэтому это было эпично. Пара на двойках. Кикер туз, пара на двойках. Ооооо, вот это жопа. Вот это жопа. Окей. У меня же останется 300 В общем, тут Если Давай двой Если не двойка, я про Стоп, ааа, у меня же фулл хаус У меня фулл хаус, ребята, красиво на фулл хаусе Я обигблайн, кстати, я обязан с ней 20 Капец, ребята Вот это было жестоко У двойка и четверка Есть стрит Жестокая, ладно Я не люблю, когда они вот так вот резко прям взлетают В небеса, поэтому я скину карты Я люблю, чтобы на начале Вот, кстати, про что я говорил А, сейчас в небеса так Сейчас посмотрю, кто из них про Ну, у меня пара на четверках была бы И И кто бы выиграл из них Ну да, пара на королях Нет А, стрит Ну да В общем, он бы выиграл на стрите Ну, что тут поделать Пока что Ну, здесь, возможно, автоподдержание Если я не буду сейчас завершать Вот Я еще десяточку Докидываю с этот Вот Чек То все норм Ну Теперь немножко о стратегии Во-первых Кстати, я начинаю всегда Поскольку Начинаю с малого блайда По часовой стрелке Ну, то есть, начиная от дилера По часовой стрелке Малый блайн, большой блайн Ну, вот он, большой блайн Ну, в плане Вот Дилер Малый блайн, большой блайн По часовой В общем, мы видим карманную Парную пятерку Вот это решающий момент Кстати, обычно в покере Когда Либо сбрасывают карты Потому что не так много поставили Либо продолжают играть С риском все просрать Ну, если быть уж прямым текстом говорить Ну, что мы тут видим Во-первых, мы видим Двое червей Если еще два червя попадется Я выиграю Но С такой же вероятностью Может выиграть любой из других Потому что здесь у нас осталось Еще шесть других игроков У которых может быть Может хотя бы одна карта Быть черви Или даже две То есть, черви мне здесь не выгодно Смотрим дальше У меня карманная пара пятерок Да, это хорошо Но Тут С ней коварно Если будет еще одна пятерка Я победил, можно сказать Не выпадет нас вчера Он мне будет хреново Но у меня много, так сказать Денег Ну, в кавычках Ну, тут в долларах Почему-то измеряется Какая разница В общем, можно вывести на пятерках Также мы видим Четыре и шесть То есть, если нам выпадет Три и семь Допустим Два и три Семь и восемь Мы победим на стрите Если выпадет Если выпадет 2 и 3 червей Мы победим на стрит флэше Ну, или на флэше стрите Если нету Ну, я здесь Поставлю чек Если у кого не будет хорошей карты Они все проект чекуют Это так Это тоже как способ Определить Ну, что ж Посмотрим Это четверка Две пары И маленький шанс На фулл хаус У меня идет На самом деле Я Табличкой Это вообще не пользуюсь Потому что от нее Проку нету Ну, я Воздержусь Посмотрим Кто из них повысит Ага 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 У меня две пары Вполне вероятно Что у того Кто повысил Еще на 20 Так, сколько я туда вкинул? Хм Ладно Поддержим Ради моего исключения У меня просто Есть мысль Что может прийти 5 или 4 Тогда я выиграл Ну, что ж Пропустим Вот У меня две пары Ух ты Ух ты Ух ты Как интересно Ладно Я могу себе это позволить Посмотрим Кто винир Вот Собственно говоря Ха-ха-ха Да Прикольно Ну Мне это не страшно Потому что Вы видите Остальных у меня Больше всех На данный момент Потому что Я Мне нереально поперло Вот Что касаемо теперь Во-первых Я дилер Во-вторых У меня Пики Причем Младшая И старшая Карта Это круто Но Когда туз и король Это еще круче Но Тем не менее 2 и король Пик Тут имеет смысл Поиграть уже На начале Майк Повышать ставки Потому что На флэш Очень высокая вероятность Как бы Должна идти Ну Точнее На флэш Ее уже нету Но у меня пара На королях Можно дальше Опять же Играть Но на флэш 4% Тут написано Каких-то жалких Это чушь Флэш Вы никогда Здесь не Ну точнее Вы ее соберете Но с такой Малой вероятностью Что Ну Теперь мы можем Делать Нашу ставку Уже Потому что Вот у нас есть пара У них Ни у кого Ничего нету Но я сейчас Загну палку Да нет Они просто Нет Не все Ливанут Ну в общем Часть из них Ливанет просто Вот Если бы я еще Выше загнул палку То они просто Ливнули Ну сейчас Они все О Ух ты Два Если у него Вот кто сейчас Поставил Триста Туз И четыре Либо Четыре И шесть Я просрал Но мы его поддержим Кто из нас видит Да Туз Четыре Ну это логично было Ну в принципе Он много то и не набрал В этом все Фишка Что Опять Нормальные карты Блин Ладно На самом деле Я уже начинаю фигней страдать Сейчас Потому что я не люблю играть С нежными людьми И мне Будет же Быстрее слить Но 15 тысяч Не так легко И слить Я их Сливать не хочу Да что за Агрессивное поведение Твою же На лево Вот я не люблю Когда они так Агрессивно Просто себя ведут На старте Ага Пара на двойках Не ребят Это смешно А теперь он Сделает шаг Ой тфу Пропускает Это Что с дебилизмом Вот ответьте мне На вопрос Как можно в начале Кстати вот Название раундов Не написано Райвер Это такой Тебилизм Ребят Вот честно Поднять Такие высокие Ставки В начале Ну в общем Собственно говоря Я у них Отхапал На паре На двойках Ну А теперь У нас 4 и 6 Оооо 4 и 6 Можно собрать Стрит Ладно Поддержим Этих Упырей Вот Я не понимаю Зачем так агрессивно Программа играет На начале Только Ну вот Видите опять Да Чтобы всех Там Не ну Вот вы видите Она просто Агрессивно играет То есть Она просто Повышает 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 По идее Каждый Может только Два раза Повысить Ну ладно Ну Посмотрим Пара на шестерках И Возможный Стрит Ну Сейчас Прикинем Два Так Три Три Выпадает Я выиграл Ну Образно Чек Ладно Хрен с вами Чек Я не хочу Просто Про Упетывать Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Ну Ну Ка Если Вот Так Ну В общем Это на самом деле Прикол Маленький Это тоже Своего рода Блев с компьютерными Играми Ну Я выиграл Самый простой Способ Срубить Деньжат На халяву Просто Когда Ни Все Ну Ооо Моя любимая Раскладочка Попалась Тут Можно Поддерживать В общем Когда они так сидел Чек 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 То Тогда Можно вот так Сделать И просто Забрать Ну Это во всех Программах Такой Маленький Бак Автоигры На самом деле Неправильно Расписали Но У них там Идет по процентам Ооо Это полное Говно Называется Если честно Ну Если Сейчас Опять же Подниму Ставку То Они Все Сольются Но Ооо Ооо Ладно Попробуем Старый фокус Старый фокус Ребята Я не могу без такого читерса Это просто прикольно Когда они так сливаются По-дикому Но Никто же не запрещал Блефовать Верно Покер Это блеф А кстати Ставки изменяются Каждый Сколько-то Раундов По-моему Кстати Сколько я выиграл А ну вот Ставки Вот Текущих Не написано Бет А ну это Сколько В общем Это Такая фишка Игры Ставки Ивеличиваются Постоянно Ооо Ооо Какие они Неадекваты Честно Вот как Можно играть Так неадекватно Ни один Игрок Вот так Вначале Не играет Неадекватно Это просто Дебилизм Вот За что Ненавижу Эти все Программы Тупые Они просто Могут так Неадекватно Играть К слову Попахивает Стритом Ну и Флэшем Жалко мне У кого Сейчас Две Буби Он выиграл Поэтому Смотрим Если кто-то Сейчас Нет Ни у кого Нету Двух Бубей Все Понятно Да Тут все Понятно Ага У кого-то Из них Есть Буби Уууу У кого Жизнь Буби Про что Я и говорил У них Буби Хотя По идее Должен был Победить Плеер 6 Потому что Они укики Твердус Потому что Старший Из Бубей На столе Ну по идее Я не знаю В этой программе Насколько я помню Я по таким правилам Всегда Игра 2 и 3 Ну стрит Как обычно Есть шансы На стрит Давайте Играйте Не Не играйте Неадекватно Терпеть Не люблю Я не люблю Неадекватов Это просто Так Посмотрим На стрит Высокий шанс Если сейчас 4 я Вин Поэтому Чек Ага Ага Да ладно Что вы за Неадекваты Ладно 4 Валет Окей На самом деле Вот это самое глупое Что Можно делать Когда после трех карт Ты видишь Что ты не выиграешь Да Я же говорил Это самое глупое У Я боюсь Какая Ну В общем Я думаю Вы поняли К чему я клоню То есть Когда у вас Уже Идет Ну Чего Они совсем Неадекваты Я сейчас Будут Все крести Я охренею Нет Только не крести Только не крести Последние Не крести Фух Я не проиграл Кто из них Винит Ух ты У них карта Капец В общем Вы все видите Как играют Неадекваты Ой Вот это Капец Блин Они Как неадекваты Играют Я вот Честно вам Скажу Когда Какой-то Из них Набирает Вот Более Начальные Ставки И они начинают Играть Как неадекваты Это Это Вымораживает Кстати Я хочу Повысить Поиграем У меня Уже Тройка В принципе Что мне Переживать Ну Они Все Поддерживают Значит У них Что-то Хорошее Может Быть Так Угу Так Ну Что ж Меня Чуть Чуть Отвлекли Ну Что ж Вот Этот Поставил Значит Для него Что-то Хорошее То Что У него Может Быть Пятерка Это Маловероятно Но Возможно Банк Уже 2000 Но Я Маньяк Что Поделать Ок Я Маньяк Что Поделать Ну Ладно Какие проблемы Давай Давай Ну Кто Винер Кто Винер Давай Да Ладно На чем Вот Это Печально 4000 И 38000 Не Ребят Это Это Дико Это Дикий Пипец Вот Реально Пипец Теперь У него Придется У него Все Отыгрывать Теперь Вы Понимаете Почему Нельзя Заниматься Фигней Ну На самом Деле Я Честно Понял Вообще Если бы Плеера 3 Что-то Было Бы То Ну Давай Вальдов Вальта Если В нем Что-то Было В реальной Игре Я бы Это Сразу Понял Потому Что Когда Пошли Такие Буставки Вальти Не знаю Зачем Я Поддерживаю Это Тупо Ну Ладно Ну Ладно Чек Чек Кто Выиграл Давай Продуй Мне Гад Не Хрен Тебе Выигрывать Упырь Спер У меня Столько Бабла Сейчас Будет На самом Деле Очень Сложный Выигрывать Ну Вот Почему Кто Будет Ливать Кто Кстати Могу Сейчас Еще Повысить Но Я Не В В Смы Смы Ага Стрита Нету Грубо Говоря Если Сейчас Будет Любое Повышение Ставки Мне Придется Сразу Скидывать Окей Одна Пара Я Не Буду Специально Повышать Потому Что Чек 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 Вот Скотинство Окей Фикс Сейчас Побыстрому Просираю И кто Да Пара На тузах Или Что Нету Да Пара На тузах Подстава Да Они Будут Сейчас Постоянно Ливать Он Будет Постоянно Повышать Это Вот Такой Прикол Хотя На его месте Должен быть Я Нафиг С вами На все Убейтесь Эээ Это Нечестно Это Абсолютно Нечестно Окей Опа Опа О Неожиданно Я просто хочу Побыстрее Закончить И последняя карта. И кто венер? Если я венер, это будет офигительно. А, они напополам. Та-дын-та-дын! Кто из них выиграет? Паспорт. Ну, кстати, выиграл тот злой плеер. И 4. 4 валюта, на чем он выиграл. Странно. Почему он выиграл? Ну, просто... Я не знаю вообще, по какому правилу этот покер идет, но это что-то странно, потому что... Ну... Здесь пара королей на столе. Ну, и 3 вуби. То есть, этот на вубях выиграть не мог, этот на королях выиграть не мог. По идее... Ну, посмотрим. У этого ни стрита, ничего. Кстати, сейчас посмотрим. Одну пару... На самом деле, тут вот, я не знаю, по идее, в техасском халдеме, насколько я помню, если, конечно, правила не меняли, то... Кикер считается любая карта из 7, которые в твоем распоряжении. То есть, 2, которые тебе даются на руки, и 5, которые на столе. Из них самая старшая карта считается кикером. В данном случае, это был бы король. То есть, они банк напополам выделили. Но этот покер почему-то решил, что это должен забрать, потому что у него вуалет как бы старшая, самая старшая карта у него на руках. Возможно, это правильно, но я вот лично с этим не согласен, потому что, как бы, эти карты тоже считаются общими. То есть, вот... За что я не люблю вот сам вот этот вот покер. Ну, это вот на Linux есть такой покер. Ну, даже с открытым исходным кодом. То есть, я могу его, в принципе, вскрыть и под ридом, проектировать, но я это делать не буду. Мне влом. То есть... Кстати, 53 игры. Где сколько? А сыгранного. Ну, в общем, что ж, с вами был JBH007. Не забываем подписываться там, поставить лайк там и что-нибудь прокомментировать там. Кстати, это Game1. Тут же несколько игр. На самом деле, просто потом нужно скинуть банк, допустим. Ну, в общем, нужно перенастроить. Допустим, тысячу тебе дается долларов и крутись как хочешь, потому что вся тысяча – это перебор. Ну, в плане пять тысяч. Ну, что ж. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.